Добрый вечер! И как всегда в конце недели мы говорим о нашем департаменте городского хозяйства. Сегодня хочу вам рассказать о очень важных, знаковых вещах и событиях, которые состоялись на этой неделе в нашем городе. Возможно, не все до конца понимают, насколько это важно, и не понимают значимость этих событий, но это действительно очень важные мероприятия. Первое, с чего бы хотелось начать, это карта наших зеленых насаждений. То, о чем уже достаточно давно говорили, то, о чем много говорили, об этом говорили мы, об этом говорили наши общественники, то, что действительно назрело и что надо было реализовать в городе. Мы получили новую современную карту. эту карту по техническому наполнению аналогов, которые еще, наверное, нет в нашем государстве. Что нам даст эта карта? Какие новые возможности это появится с этой картой? В первую очередь, это паспорт каждого дерева. То есть, это фотография дерева, это порода его, возраст дерева и состояние этого дерева. Также в дальнейшем будет эта возможность на каждом дереве разместить QR-код. И с помощью QR-кода любой житель или гость города может узнать всю информацию об этом дереве. И самое главное, кто это дерево обслуживает. Зачастую бывает, что у нас нет четкого понимания дерева, у кого он на балансе и кто обслуживает. То ли это ЖКС, то ли это Зелентрест, то ли это ОСМД и так далее. Сейчас мы эту ситуацию в корне поменяем. С помощью этой карты и в дальнейшем с помощью QR-кодов будет четкое понимание, кто за этим деревом смотрит, кто несет за него ответственность. И это, повторюсь, полная информация об этом дереве. Сейчас ведется наполнение этой карты. Мы уже нанесли всю улицу Пушкинскую, улицу Ешельевскую и несколько парков и скверов. Участвовать в наполнении этой карты может любой желающий житель города. Это достаточно несложно сделать. То есть вы заходите в эту систему. Ссылка на эту систему есть на сайте городского совета. В ней можно зарегистрироваться, создать личный кабинет и с помощью личного кабинета вносить в эту систему данные. Наши операторы рассмотрят ваши данные и опубликуют в этой системе. С помощью этой карты в первую очередь мы наконец-то сделаем полную инвентаризацию наших зеленых насаждений. И опять-таки будем это понимать, кто и за какое дерево несет ответственность. От карты зеленых насаждений хотелось бы перейти к не менее важному событию, не менее значимому, а возможно даже и больше. Это меморандум, который был подписан на этой неделю между этой компанией ТГО и ЮСРД. Что это дает городу? В первую очередь опыт, знания и ресурс международных специалистов, которые будут это работать в Одессе над модернизацией системы нашего городского отопления и над нашей, скажем так, энергетической безопасностью города. Это очень важный, а возможно и жизненно важный момент, так как мы хорошо знаем, что система эта ТГО в Одессе давно устарела и нуждается в этой реконструкции. Также это позволит завести дополнительные ресурсы, дополнительные финансы, что тоже сейчас необходимо. Поэтому этот меморандум на данном этапе подписан на три года, и за эти годы, я уверен, мы сумеем реализовать в системе отопления в городе самые амбициозные вещи. Возможно, то, что было сказано сегодня, не выглядит как первоочередные задачи перед городом, и это то, что не даст сиюминутный результат. Но мы должны это понимать, что развитие миллионного города не может быть бессистемным. Нам необходимы модели, и об этих моделях мы сегодня говорили. То, что мы начали делать сейчас, это и сотрудничество с USAID, и карта зеленых насаждений, это то, что надо было делать еще несколько десятилетий назад. Не сделали тогда, начинаем делать сегодня. На этом, наверное, на сегодня все. Это, как всегда, видимся через неделю. До новых встреч.